Девочка-пай 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 вырос. Он прям кардинально изменился. 10 сантиметров. Ну что? Нет, Максим, я не про эти перемены тебя спрашиваю. А про какие? Ну, какие-то серьезные. Например, когда ты женился. Ну, там больше у нее перемены были. У меня-то, что, маленький штамп, а у нее права меняй. Все справки меняй. Паспорт меняй. Там перемен было. У-у-у. Теперь мы понимаем, как мужчины относятся к браку. Ладно. Очень хорошо и положительно. Ладно, шутка. А у тебя какие перемены большие были? Большие перемены у нас будут прямо сейчас, если мы не успеем на девятую студию. Вот это будет большая перемена. А что там за перемена? Потому что мы не успеваем. Да нет, я понял, что мы не успеваем. А что будет за перемена? Вести будет кто-нибудь другой. Вот и все. Кто успеет, тот и дойдет. Да. Доброго вечера, друзья! Девятая студия. Начинается прямой эфир. И долгожданный друзья, потому что вы целый день работали, трудились и сейчас в предвкушении потрясающего вечера. А кто, как не мы, подготовит вас к этому вечеру? Максим Кропотов. Алена Милина и еще огромное количество наших коллег, которые сегодня не щадя живота своего трудились во благо вашего отдыха. Подготовили много чего интересного, полезного, классного, смешного, умопомрачительного, я не побоюсь этого слова, контента, чтобы вы хорошенько провели вечер. Да, и Максим сегодня, как вы знаете, узнал принцип девятой студии. Кто прибегает первый, тот и ведет. И, как вы поняли, мы самые быстрые в редакции. Мы единственное быстрое в редакции. Каждый вечер. Ну что, друзья, все очень просто, как и каждый вечер мы с вами встречаемся в 17.00, дабы пообщаться и хорошо провести время. Как будем общаться? Все очень просто. Заходите в группу Девятка ТВ Киров, ищите там пост с прямой трансляцией и под ним в комментариях. Давайте общаться. Передавать приветы, поздравления, кого-то куда-то приглашать. Признавайтесь в любви уже, в конце концов. Весна началась с ни одного признания в любви. Ну что это такое? Вот мы, например, соленые, вас любим. Вот мы признались. Давайте и вы признавайтесь. Давайте только не нам, а кому-нибудь. Вот со стороны человека, которого вы на него смотрите. И сразу бабочки в животе оживают после вот этой зимней спячки. Также надо отвечать на вопрос нашего вечера. Почему надо? Потому что, если вы хотите получить подарок, то будете отвечать на вопрос вечера. Как звучит вопрос? Дело в том, что сегодня отмечается день большой перемены, друзья. И перемены в жизни, они всегда, вот я считаю, к лучшему. Поэтому давайте сейчас напишем, а какая у вас была в жизни перемена, которая как раз привела вас к чему-то хорошему, какое-то счастье случилось. Вы знаете, такие некие жизненные, некие вехи. Можно прописать, рассказать, что было в этот момент. Может быть, вам было страшно. Может быть, вы думали, а как все будет. А в итоге все было чудесно. Поэтому, как говорится, все, что не делается, все к лучшему. В общем, друзья, сегодня мы начинаем писать свою автобиографию. Каждую свою. И вот одна из глав, возможно, так и будет называться, вот как вы сегодня нам напишите. И про нее и расскажете нам. А потом в будущем она вам пригодится. А еще вам пригодятся наши подарки, которые мы для вас сегодня подготовили. За ваши старания, за ваши умения мы всегда готовы вас одарить. Во-первых, друзья, клубная карта, чтобы отправиться потанцевать. Может быть, это тоже будет большая перемена в жизни, потому что, говорят, танец, он очень многое раскрывает в человеке. И человек, во-первых, знакомится с кем-то, потом выходит на танцпол, зажигает, как звезда, и вуаля, у него уже все. И Мигель говорит ему, ты в танцах. А также, друзья, после того, как случилась какая-то большая перемена в жизни, нужно же отметить, нужно посидеть с друзьями, знаете. По-семейному-то. По-семейному, может быть, что-то отведать вкусного, какие-то блюда попробовать. Поэтому вот на ужин, между прочим, для вас этот сертификат. Ну что, а также, друзья, нам же можно еще и позвонить. Вот если вы хотите сразу получить подарок, это надо набрать номер 351404 и пообщаться с нами в прямом эфире. Ответите на вопрос нашего вечера, сразу получите подарок. А также просто пообщаемся. Хочется же общения. Вот с кем-то, кого вы особо не знаете. Да, вот, например, нас. Да, вы нас видите по телевизору, но мы вот так вот близко же с вами не знакомы, а вот вы возьмете и позвоните нам. А мы пообщаемся, вы расскажете, как прошел ваш день, мы расскажем, как прошел наш. А почему бы и нет? А может быть, это и будет та самая большая перемена, которая тоже случится к лучшему. Потому что передали кому-то привет, все, а вас вспомнили сразу же на связи. Да, я хотел сделать так, 351404, не забывайте. Ой, как интересно. Угрожающе, угрожаю. Ну куда, позвонили, быстро позвонили. Телефончик покажи лучше. 35. 14. 14. 14. 14. 351404. Звоните. Ну, друзья, а также мы еще хотим вам напомнить, чтобы в группе ВКонтакте Девятка Твокера всегда вы сможете найти потрясающие конкурсы, полезную информацию, поэтому подписывайтесь, это всегда в кассу. Ну, а прямо сейчас я предлагаю перейти уже к полезному контенту, который ты и анонсировал в начале нашего выпуска. Друзья, сегодня мы будем набираться витаминчиков. Пора бы уже. Пробовать делать салат. А для того, чтобы сделать салат, нам нужно что? Качественные, спелые томаты. Как их выбрать сейчас, когда еще, пока они не выросли у нас в саду и в огороде, узнает наш коллега Александр Бушмакин. В магазинах и на рынках огромный выбор томатов. В любое время года на прилавках красуются помидоры разных сортов. Но не всегда вкус этих овощей соответствует нашим ожиданиям. Что нужно знать при покупке томатов, сейчас расскажу. Чаще всего в продаже появляются красные овощи. Реже черные, оранжевые и желтые. А фиолетовые, белые и полосатые виды считаются редкостью. Независимо от сорта, есть единое правило выбора томатов. Вкусный помидор и на вид должен быть привлекательным. Если томат твердый, то скорее всего он не дозрел. Но ничего страшного, дозреть может и дома. А вот если слишком мягкий, то этот перезревший томат лучше не берите. А еще, кстати говоря, самые вкусные помидоры. Помидоры неправильной формы. Насыщенный аромат является признаком хорошего помидора. Потрите плод и понюхайте. Он должен иметь характерный приятный запах. Кислый запах может говорить о начале процесса гниения. Если у помидора есть вот такой зеленый хвостик, это означает, что он лежит на прилавке не так давно. Покупать томаты с поврежденной плодоножкой не рекомендуется. Там скапливается очень много бактерий. Популярный вид томатов среди покупателей помидоры черри. Цветовая гамма таких овощей разная, но независимо от сорта есть главный принцип выбора. Самое главное обратить внимание на цвет плода. Независимо от сорта он должен быть равномерным. Покупать рекомендуется помидоры среднего размера. Исключением являются некоторые сорта, например, томаты гиганты или черри. Помните, что все помидоры разные по вкусу. Конечно, кроме всего сказанного, следует обращать внимание при покупке томатов на их сорт и характеристики каждого сорта. Но если у вас все-таки остались вопросы к качеству продукта, то вы вправе потребовать у продавца подтверждающие документы. Приятных вам покупок! Ай, я, если честно, люблю вот черри, а ты? Я вообще люблю любые помидоры. Вот если их так вот мелко нарежешь, релочку положишь, сыра вот так на них натрешь, немножечко оливкового масла, посолил. Вот и салатик. Это были рецепты, друзья, к вашему столу от Максима Кропотова. И, надеюсь, мой рецепт когда-нибудь в своей программе используют. Наш друг, наш товарищ, который прямо сейчас на прямой связи, у него есть своя программа «Щи-борщи». Алексей Власов. Но сегодня он будет не про кулинарию нам рассказывать, а про нечто другое. Ну-ка, Алексей, здравствуйте. Рассказывайте, как дела. Дела великолепны. Максим, дополню твой рецептик. Огурчиками? Я бы еще ко всему этому добавил шампурчик шашлычка. Ох, я уважаю. Я бы еще к шампурчику тогда и соуса добавил с майонезом. Ребята, это не остановить. И картошечка еще жареная. Давайте не про еду, а давайте про то, чем нас сегодня порадует Алексей. Мы завелись. Да, нас уже не остановить. Но между тем, давайте сделаем все-таки культурную паузу. Сегодня я по традиции принес вам новостные заголовочки. Давайте все-таки посмеемся, позабавимся от души над нашими коллегами, над их творениями. А давайте, давайте. Что вы там нам, Алексей, подготовили, рассказывайте. Ну, а Максим, а давай... Кострома будет? Ну, нет. Питер будет? Питер будет. Ну, и все. Хотя бы Питер. Питер будет, да. Там в Питере тоже что-то происходит. Там это вот кошка в дупле жила или кто там, не помню. Всякое. Есть питерские новости. Кстати, с Питера и предлагаю начать. Ну, здравствуй, Питер. Да, первый заголовок. Дно станет в апреле самым доступным железнодорожным направлением для петербуржцев. Дно? Дно. А что там у них есть? Это не опечатка, сразу скажу. Это какой-то населенный пункт? Нет. Дно. Я, скорее всего, думаю, что дно, это они так называют свое метро. Оно же на дне. Оно под дном, по идее. Даже под дном. Оно же логически думать. Я думал, это дно, но тут у всех постучали, да? Снизу постучали, точнее. Днепропетровские народные округлятели. Я не знаю, как еще можно по-другому расшифровать дно. Что в Питере называют дно? Мы знаем вот эти парадные, поребрики и прочее. А дно там у них, это что? А вермы эти всякие. А вермы, да. Опять, опять, Максим, да? Ребята, они туда опять сворачиваем. Все к одному. Что такое дно? Нет у вас версии, я так понимаю, да? Ну что, дно? Так вот. Но в целом это вот плацкарт. Да, но нет. Или вот эти сидячие. По поводу плацкарцев, кстати, речь тоже пойдет. Смотрите, у вас логичный вопрос, что такое дно? Ну это аббревиатура. Отвечаю вам на этот вопрос. Это реальный населенный пункт. Находится он в Сковской области. И билет от, стало быть, Петербурга до дна, как бы это ни звучало. Нет, звучит еще лучше. Вот если бы на дно, было бы хуже. Уже каким-то бандитским Петербургом попахивает. Так вот, билет стоит 752 рубля всего. И стало быть, это самый дешевый билет, чтобы попутешествовать из Петербурга куда-либо. Мы до дна. Кто куда, а мы на дно. Да. Плацкарта здесь при чем? Так и билет в плацкарте. В плацкарте вот 700... Сколько? 52. 52 рубля. 752 рубля и ты на дне. Это очень хорошая шаурма. Ну, две уж. Точнее, шаверма. Слушайте, ну, интересно, да? А почему люди, которые там живут, не хотят переименовать дно? Потому что это же классно. Потому что это туристическая мекка. А в Мурманской области есть поселок Африканда. Африканда поинтереснее. Даже не буду спрашивать, скуда ты это знаешь. А вот. Хорошо, давайте. Следующую. По вечерам изучаю карту России. Часто ли вы смотрите, ребят, прогноз погоды? Постоянно. Постоянно. Приходится. А как часто сбываются прогнозы? Никогда. А вот сейчас 100% прогноз, который сбудется при любых обстоятельствах. Завтра среда. Вот это вот. Почти. Костромские синоптики с вероятностью 100% отмечают праздник. А-а-а, точно. У них же на прошлой неделе был праздник. ближайшие пару дней не ждите прогнозов. Да. Никаких. Просто не будет. Там прогноз, что кого-то будет знобить, кому-то будет жарко, кто-то на дне. Кто-то уйдет в спячку. Кто-то уйдет в спячку, да. Поэтому, ну что, я так понимаю, где-то на днях празднуется День синоптика. Нет, на той неделе, насколько я помню. А, на той неделе праздновался День синоптика. 23 числа. Метеоролога. Метеоролога, синоптика. И они праздновали. Ибо, наконец-то, у них был корпоратив. Хотя бы раз, хотя бы раз, а не 100% угадали. Я говорю, самый точный прогноз. Потому что, что мы знаем, синоптики ошибаются один раз, но каждый день. Все правильно. А представь, какой может быть корпоратив у метеорологов. Я снежинка, а я тучка. Хрем, градусники вот так вот. Тематический вечер, да? Нет, засунь градусник в бутылку вот на веревочке. Главное не ртутный. Угадай температуру главного бухгалтера. Сломай трубу и предскажи дождь. Если нас смотрят метеорологи, пожалуйста, расскажите, как проходят ваши вечеринки. Пожалуйста, не обижайтесь на нас. Да, потому что мы придумали, что в реальности. Мы не знаем. Ну, кстати, хорошая идея, на самом деле, для корпоратива, мне кажется, стоит взять на заметку. Давай не будем и продолжим. И давайте, Максим, снова Петербург. И вот конкретно эту заголовочку ты сегодня меня прям радуешь. Тебе очень понравится. Все потому, что именно мне. Там еда. Именно тебе нет. Там есть два легендарных имени. Егор Летов и Виктор Цой. И так, поэтому тебе это точно понравится. Так вот, заголовок. В финском заливе встретились Виктор Цой и Егор Летов. Я вижу, что это в кавычках, поэтому, скорее всего, это судно. А есть такие в финском заливе? Плавают? Ой, да как, их только не называют, Ален. Максим знаток, судя по всему. Я бывал в финском заливе просто. Бывал я в финском заливе. Хотел бы ты поплавать. Нам, пожалуйста, на теплоходе Виктор Цой. Я бы с удовольствием. Я вообще люблю все, что связано с Виктором Цой. С Егором Летовым так? А там такая музыка, да, наверное? У меня вопрос. Цой жив? Цой всегда жив. Раз они встретились. Возможно, они встретились лоб в лоб. И Летов стало быть. Как прошла коллаборация, Алексей? Прошло все спокойно. Без конфликтов, но конечного продукта никакого не получилось. И все? А ты знаешь, как выглядят вот эти вот А им там вообще-то уже в Питере все новости закончились? Они такие, вот мы посмотрели, значит, новостей нет. Они сидят такие, давай я хоть на финский залив, вон смотри, Цой плывет, вон Летов. А давай напишем, что в финском заливе встретились две лодки. Цой и Летов. Даже кошка в дупло не залезла. Даже кошка в дупло не залазит. Все дупло уже занят. А там же интересно было, там же многосерийный был, как я помню, про дупло, которое было видно из окна. Я приносил, да. Уже дважды, скоро будет третья серия. И где? Кошка высидела котят или как там правильно? Она, скорее всего, заселила котят. Заселила котят. Они есть котят. А вот тут вот два таких интересных названия. Два китана? Два теплохода с такими именами сошлись. Действительно, и... А есть объяснение, почему появилась вообще эта новость? Да просто вот так вот совпадение такое классное произошло. Никто и как бы специально это не подгадывал, ничего не делал. Там не было никакого мероприятия «Рок в заливе». Вообще нет, да, никакого, ни финского «Рок» никакого не было. И вот такая, казалось бы, случайность, но, согласитесь, приятная. Да, здорово. Допустим, да. Леш, супер, конечно, новости, супер заголовки. У нас к тебе вопрос. Какая большая перемена случилась у тебя в жизни? Возможно, именно от этого все поменялось. Да, кроме свадьбы. Я люблю ставить в тупик людей. Да нет, я сейчас на самом деле думаю, наверное, самая большая перемена, которая произошла в моей жизни, случилась в мае 2015 года. Что же было в мае 2015? Узнаем прямо сейчас. Нет, 14 даже. Май 14! Что же произошло в жизни Аниксея? Именно тогда была основана моя кавер-группа, и я считаю, что это довольно поворотный момент в моей судьбе, и вот с тех пор судьба моя изменилась. Вот так вот. Скоро именем Алексея будут называть пароходы. Будут называть пароходы. Хорошо. Будем плавать по вятке на теплоходе имени Власова. Да, неплохо звучит. Или имени Рандеву, кто знает. Ну что ж, Леш, хорошего тебе вечера. Вам тоже. Отправляйся отдыхать. Ну а прямо сейчас, друзья, наш эфир захватывает резидент девятой студии Виолетта Рудольфовна, которая уже готова рассказать вам нечто полезное из своей жизни. Слушай, Комернос, а тебе вот не надоели вот эти наши с тобой вот эти вот кивательные прелюди, а? Может, сегодня по морю вот пройдем мы-то туда, быстро что-нибудь снимем, там-там, ты покиваешь, я схожу в конце какой-то негодяй и будем работать. Согласен? Да? Ну погнали тогда, поехали. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, слабая рука, бу-бу-бу-бу-бу-бу, продолжим. Ах ты, бу-бу-бу-бу-бу, не знаю там, а рукава у тебя не слабые, тву-уточные, не тяжелые. Бу-бу-бу-бу-бу-бу, последний шанс тебе даю, поехали. Ай, какой же ты негодяй. Все, сняли? Ну давай дальше тогда. Хаю-хай! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. С вами снова Виолетта Рудольфовна. Да-а-а. Ну, та самая бабушка, которая тебе куртку в гардеробе выдает. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ну шо, мои хорошие, бабушка и пенсия не виделись давно. Да. Вот такое в жизни у меня черное пятно, скажем так. Да. А именно поэтому по старой доброй традиции, как говорится, посмотри видосик на своем экране, чтоб у бабушки в кармане и зазвенели мани-дан. Хе-хе-хе-хе. Ну шо, встречай, народ. Бабушкин блог. Party for everybody dance. Come on and dance. Come on and dance. Хе-хе. Михао, бабка сейчас откроет вам секреты мироздания. Тайну технику покажет. Бич-покето поедания. В общем, нежели вы решили по-быстрому заварить бичика, значит вам некогда и вы спешите. Навстречу гастроэнтерологу. Но не мне вас осуждать. А вот посуду завани придется мыть мне. Поэтому, койр в руках твоих бичок, слушай бабку, мужичок, шоб не шурабонькать губкой по грязной посуде о посля поедания бичика, возьми кружку, раздави бичик, не вынимай из пакету, заубень в круженцию и золей кипяточек прямо в пакет. Вот такие техники от бабки Виолетты. Но лучше бы пожарил ты все котлеты. На. Есть у бабули яйца. Лайфхук вам сейчас понравится. Короче, представьте, что вы упустили свое яйцо в кастрюлю, дабы сварить. А через 3 минуты такие ё-ка-ра-ка-ка, надо же еще 2. Опускаете и в итоге в кастрюле 3 яйца. Курсы яичной арифметики от Виолетты Рудольфовны. Записывайся. 8-912. Короче, получается такое, что одно яичко уже сварилось, а два еще ой-денте. И вот как его достать, чтобы не ошпарить руки, я вам сейчас расскажу. Все просто. Возьмите венчик и достаньте им яичко. И вуаля! Одно ушло, а два осталось. Курсы яичной арифметики все проще, чем казалось. Если очень хочешь пить, но бутылку нечем вскрыть, нету открывашки, детка. Тут поможет нам монетка. Не стол, не стул, не вензевул. А то я вас знаю, вы каждый второй Джеки Чан там ногтем открываете. Поэтому моделируем ситуацию. Вы в вакууме. Вакуумом открывать нельзя. Без одежды, слаборукие, но с монеткой. И не дай боже, кто-то меня спросит, где находилась монетка до этого, сразу чапулах. Ухом, глазом, тазом тоже нельзя. Так вот, берем бутылку и обхватываем ее вот так. Второй слабой рукой берем монетку и кладем вот так. И устраиваем чпокобилити. И вуаля! Бутылка открыта. И не дай боже, кто-то мне ответит, что он пупком открывает. Вичкой высеку. Субтитры сделал DimaTorzok Если ты досмотрел до этого момента, то честь тебе и хвала. С вами был Баблок. Все хорошего. Пока. От полезных советов переходим к интересным комментариям. Да, друзья, сегодня вы отвечаете на вопрос, какая перемена в вашей жизни изменила ее в лучшую сторону. Вот так вот. Да, сегодня день больших перемен, поэтому вперед, в комментарии. Да, и за это мы дарим вам замечательные подарки сертификат в школу танцев и сертификат... Клубную карту школы танцев и сертификат на ужин в одной из вкуснейших заведений нашего города. Сходите, потанцуйте и отпочуйте. Все имеется. Но прямо сейчас Алена Милина знает буковки, поэтому умеет складывать их слова в предложение, знает, где какие знаки припинания и будет вам читать. Ура. Ну что, поехали. Оксана Скопина пишет Я люблю вас всех очень. Спасибо большое. И мы вас, Оксаночка, тоже очень любим. Кирилл Шубин. Самая большая перемена на моей памяти была 30 минут. Вот так вот. А у вас какие были? А у меня вот недавно в самом начале нашего шоу было 15 минут. 15 минут? 20 минут. Кирилл, вы побеждаете пока. Давай. Моя самая большая перемена была 45 минут. Ваш ход, Кирилл. Светлана Васенина. Говорят, каждые 10-12 лет надо менять постоянное место жительства, место работы и партнера. Вот так вот. Что? Кого менять? Даже партнера. А если не хочу? Ну, пишет потом, что если все хорошо, то можно не менять. А то я думал, это прям какое-то правило. Я уже испугался, думал, что жене что-то говорить надо. Еще пишет, что это классно, когда в жизни что-то меняется. Кроме партнера, я очень сильно надеюсь, что это все-таки не правило Российской Федерации, которое я упустил в своей жизни. Это правило успешных людей, Максим. Я уж буду лучше неуспешный, но ты же не. Оксана Усова. Моя самая большая перемена, когда я поменяла статус мамы на бабушку. Поздравляем вас. Сергей Иванов. Интересно. Когда приходишь домой после трудового дня голодный и злой и поешь. Вот это перемена. Вот это все мужчины. Они сначала злые, 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 а потом они поедут. Ну, не всегда. Давай. Ну, не всегда мы злые приходим с работы. Но голодные всегда. Да, голодные когда вы такие. Немножко вот есть у вас такая злость. Светлана Васильевна, на ум приходит известный советский фильм «Большая перемена». Там перемены в жизни каждого героя, не только школьная. Кстати, хороший фильм. Посмотрите обязательно. Елизавета Божмолева. «Вся жизнь как большая положительная перемена». Им ей нет жест. Когда бросила абсолютно все и уехала в другой город. Итог. Новая семья, новая работа, новые друзья. Ура. ПМЖ, занятие, партнер. Все там по системе Васинины сработали. Лия Вараксина. «Большая значительная перемена» это когда тебя перестало триггерить все, что раньше волновало. Что такое триггерить? Вбесить. Раздражать. Раздражать, да. Я так понимаю, что Лия вышла от психолога, прошла вот эти вот сессии. Вот такие выводы мы делаем на девятой студии. Подключайся, смотри. У нас все за правду. Не надрямина. Конечно, моя мама была против, но я уже в школе. Школу закончила. И значит, могу решать сама. Всегда мечтала о собаке. И купила пуделя, принесла. Мама, конечно, поворчала. Но как его любила, даже гуляла с ним. А папа вообще с ним спал. И я не представляю жизнь без собак. У вас, получается, родители собаку отобрали. И с ним спал, второй гулял. Он схотел для себя, но так полюбили. На самом деле, я взрослая, я могу решать. Ты живешь не в своей квартире, деточка. Что ты там решаешь? Папа с мамой решают. Их квартира. Моя собака. Все. Кирилл Шубин. Если серьезно, то самая заметная перемена это рождение дочери. До сих пор в приподнятом настроении. Рассказывайте, как ее зовут. Сколько ей уже лет. Или месяцев. Недель. Рассказывайте. Вячеслав Бояринцев. Здравствуйте. Самая большая перемена это переехали в новую квартиру. Ура! Мы вас поздравляем. Мы, кстати, давно не слышали ничего про Вячеслава. Да, вот они переезжали, устанавливали телевизор, настраивали канал. И вот ура! Мы вместе. Ну, кстати, да. Я когда тоже переезжал в квартиру, это прям большая перемена. Конечно, большая. Финансово особо. Нина Дрямина работала на почте, занималась акробатикой в цирковом кружке. Ого! Однажды, между прочим, Квитковский пригласил поработать в филармонии. Так случилась большая, положительная и трудная перемена. Надеюсь, что трудовая. Светлана Васенина, самое памятное событие в жизни каждой женщины это рождение детей. Я дважды мама, бабушка еще пока не стала. Значит, у вас эта перемена впереди. Все еще впереди. У всех у вас. Далее. Еще Антон Бородин. Нет такого понятия, как большая положительная перемена. У нас есть. Подождите. В смысле нет. На девятой студии есть. Что теперь скажите? Все перемены сглаживаются, какими большими и грандиозными они не были. Они становятся обыденностью. Единственная перемена это смена дня и ночи. Это когда ты просыпаешься, открываешь глаза и видишь мир. Такое ощущение, что Лия с Антоном вышли. Лия от Антона вышла, а Антон психолог. Или они вдвоем там сидят. Еще раз повторяю. Девятая студия. Мы делаем свои выводы. Елена и дальше у нас Наталья Петухова. Добрый вечер. Когда открыла ИП, началась новая жизнь и до сих пор продолжается. И судя по тому, что есть маленькие пальмы, деньги и подарки, она очень даже неплохая. И еще. Кирилл Шубин нам рассказывает, что дочь Аня, ей уже почти два с половиной года. Пока спит, смотрю вас в спокойной обстановке. Аня, просыпайся! Аня, Аня, вставай! Нечего расслабляться. Я надеюсь, что Аня вместе с вами когда проснется... Следующий комментарий. Ну что ты сделал? Да, присоединиться к нам и будет смотреть девятую студию. Тем более, что прямо сейчас в нашу студию зайдут наши гости. А кто они, вы узнаете прямо сейчас. Дамы и господа, встречайте сегодня в гостях у девятой студии артисты цирка Екатерина Деденко и Никита Данилов. И сегодня вы можете задать абсолютно любой вопрос нашим гостям. А вот и они! Екатерина и Никита уже в нашей студии. Здравствуйте! Доброго вечера! Здравствуйте! Как дела, как настроение? Отлично! А с чем связано отличное настроение? С тем, что мы работаем у вас в городе, в цирке. Нам здесь очень нравится и мы приглашаем всех жителей Кирова посетить наши представления. И не только Кирова. И не только Кирова, а также гостей города. Близлежащие поселения. Приходите. Покидаем дома. Вам будет на что посмотреть. Да, действительно, мы уже, если честно, наслышаны о вашем шоу и именно конкретно о ваших как раз, так сказать, невероятных номерах. Талантах. Бесстрашие, я бы сказал даже. Расскажите, пожалуйста, как вы вообще сошлись вместе и начали работать именно? Судьба. Судьба. Нет, на самом деле, был проведен... Идея номера вообще возникла не у меня. Идея номера возникла у отца моей жены. Жена у меня воздушная гимнастка, также работает у нас в программе. Ее отец тоже артист цирка. В прошлом сейчас он как бы на пенсии. И он мне предложил сделать второй номер. Ну, как бы у жены есть номер, а у тебя почему нет? Я думаю, так, а что именно... А вы просто так с женой ездили? Мы работаем... Ну, как так? Да, ездили с женой, я работаю у нее параллельно еще ассистентом на лебедке, то есть поднимаю, спускаю вниз. Вот. И он мне предложил, говорит, сделать второй номер с арбалетами. С ножами, арбалетами. Я говорю, интересно, дочку, а мне жалко? Вот. И потом, как бы, посмеялись, пошутили, все, он уехал, значит, домой, он приезжал к нам в гости. И на следующий день я уже заказал ножи первые, арбалет, и начал репетировать. Через две недели приходит смс, я шутил там, на самом деле. Но уже было поздно. Вот. Но работать с женой не позволяет, как бы, если, не дай бог, что-то случится, то она не сможет работать с вами. Мы теряем два номера. Да. Получается так. То есть она не сможет работать с вами. с вами в основной номер. Поэтому нашли человека, которого не так жалко, если что. Да. Екатерина тоже давно работает в цирке. Она работала в иллюзионном аттракционе раньше, потом работала в балете много лет. И как раз так совпало, что у нас в программе был балет, и мне нужна была девочка для того, чтобы постоять, попробовать. Как это вообще? В общем, вам надоело работать? Да. И вы решили, что... Мне предложили, да, попробовать. Почему бы нет? Ну, я не то, чтобы прям, почему бы нет. Но я понимала, что если я не попробую, я упущу этот шанс, и мне больше такого возможности не передоставиться. Вот. Мне очень захотелось. Я предлагаю прямо сейчас посмотреть этот номер, потому что, возможно, люди не понимают, о чем идет речь, если они еще не были на вашей программе. Но прямо сейчас я точно уверена, что вам захочется туда прийти и увидеть это вживую. Это нечто. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, это довольно щекотливо так. Особенно момент ожидания. Это прям сильно щипает. А вы закрываете глаза? Я знаю, это банальные вопросы, но тем не менее. Вы закрываете глаза, когда в вас кидают ножи? Нет. Ну, когда вот это вот стоите? Здесь нет. Вот силуэт, который самый первый лет, он такой более спокойный для меня. Самый такой щепетильный щепетильный – это шарик в зубах. Два трюка, которые для нее самые страшные. Это шарик в зубах, когда она держит, и нож прилетает. С арабалетом то же самое, да. И нож прилетает. Здесь я прям борюсь. У нее перед лицом. И второй трюк, который, он и опасный, и для нее страшный, когда финальный трюк, когда она делает уклоны на скорости в разную сторону, то есть это в динамике трюк, она стоит ко мне спиной, то есть она меня не видит, и тут она как бы, там уже по ситуации стараемся. То есть, ну, трюк отрепетировал, все четко, но для нее это вот страшно тем, что она меня не видит. Как хорошо, что я телеведущий. Я не знаю, хорошо ли это, Максим, потому что у нас сегодня люди пришли с ножами, чтобы вы понимали, затощили. Поэтому я не знаю, может быть, нам что-то угрожает, мы боимся задавать вопросы. Он очень острый, на самом деле. Спрашивайте, не бойтесь, у меня там в гримерке еще арбалет стоит, поэтому. Если что, как говорится, расскажите, пожалуйста, про эти, что вы с ними делаете на арене. С ножами конкретно у нас есть определенный набор трюков, которые мы периодически усиливаем, улучшаем, усложняем. Сейчас вот, например, мы готовим новый трюк. Это считается классика в номере с метанием ножей, когда вращающееся колесо, девочка пристегнута, и вот ножи летят один за другим. А с яблоком? С яблоком у нас есть наш финальный трюк с арбалетом, да. То есть есть трюк, где Катя держит небольшую подушечку, там 20 на 20 сантиметров в районе груди, и прилетает стрела. Есть трюк, где вот яблоко, и я стреляю из темноты в яблоко. То есть, ну, стараемся усиливать потихоньку, потому что жанр, как таковой, практически вымер вообще в России почему-то, и мы стараемся его возрождать потихоньку и усложнять, усложнять, чтобы народ видел, что есть такой вот вид искусства и что он, в принципе, довольно смотрибелен. Вот вы говорили, вы работали ассистентом у жены. Так. Ножи вы до этого вообще не кидали. Я сейчас работаю. Ножи, нет, ножи пробовал кидать, но это было так, то есть... Развлечения. Развлечения, да, это может быть в детстве там играли в городские все, потом, да, потом там после армии я периодически металл ножи, ну как бы чисто... Я просто к чему? Сколько долго вы тренировались и репетировали, чтобы первый раз выйти на сцену? Да, процесс долгий, особенно если как раз-таки был какой-то опыт метания, потому что переучиваться чему-то всегда сложнее, чем заново учиться. И мне пришлось переучиваться, потому что вот если, к примеру, я раньше метал нож, держал его так, то сейчас я метаю нож, держу его так. Соответственно, разница большая и по ощущениям, и по тому, как он прилетает, и нужно было заново всему этому учиться. И, естественно, я не брал сразу человека, не ставил к стенду, не откидывал. Да, понятно. То есть это год-полтора года тренировок, просто вот доски и я, и ножи. То есть количество перегоняем в качество. Потом я ставил манекен, которому периодически то плечо у него отлетало, то там голова, то еще чего. Вы вообще знали об этом? До того, как пошли работать. Нет, что манекен там что-то отлетало. Кстати, манекен. Я не знала про дрябные манекены, я не знала, что это его. Да, да, да. Манекены до сих пор возим с собой, кстати. Он у меня стоит. И если мы готовим новый трюк какой-то, то я сначала ставлю его, и потом уже... Ну, то есть полтора года от начала тренировок до выхода на сцену, или даже больше? Примерно так. На арену, правильно? Это было в разгар пандемии, и тогда не было возможности нам вместе собраться и начать репетировать вместе. Возможно, было бы быстрее. Но так как я был в одном городе, Катя в другом городе, я репетировал один долгое время, и потом, когда мы уже съехались, там буквально где-то полгода, наверное, и номер был выпущен в работу. Ох, друзья, ну что ж, вы можете задать абсолютно любой вопрос. Сегодня у нас в гостях артисты цирка, люди, которые каждый, и мне кажется, что выступление рискуют. Поэтому задавайте вопросы. Группа ВКонтакте «Девятка ТВ Киров». Я вижу, что есть еще, да, для розыгрыша подарки. Да, у нас есть. Мы разыгрываем вопрос. Разыгрываем два пригласительных на наше представление. Мы зададим вопрос. Зрители, которые... А давайте прямо сейчас его зададим. Давайте. Вопрос такой. Какой вопрос? Вопрос. Какое слово вызывают у артистов цирка нервный тик при общении с обычными зрителями? С публикой, со зрителями, с обычными людьми, не связанными с цирком. Вот. Пусть зрители присылают свои ответы. Вопрос. Ответ. Группа ВКонтакте «Девятка ТВ Киров». Пишите и билетики. Да, для этого разыгрываются два билета пригласительных на представление, которое пройдет 1 апреля... В субботу. В субботу. В 16.00. И 2 апреля – это воскресенье в 14.00. То есть два ответа. Так что вперед. Первое два сразу получится. Ну, а прямо сейчас... Давайте за один правильный ответ, а другой какой-нибудь самый оригинальный ответ. Хорошо. Ну что ж, поехали писать. А сейчас у нас будет сюжет. Записывайте рецепт. Привет, друзья! С вами Юлия Липунова и полезные сладости. Готовим сегодня миндальные конфеты. Миндальные конфеты – всего из четырех ингредиентов. Кроме миндаля нам потребуется мед, масло какао и кокосовое молоко. Начнем с того, что пробьем миндаль в крошку, а масло какао раступим с кокосовым молоком в микроволновке. Переливаем молоко в какао. Это важно для того, чтобы и молоко, и какао были одной температуры. Если молоко из холодильника, то какао раньше времени застынет. А нам нужно, чтобы масса была эластичной и однородной. Пока эта масса растапливается, пробьем миндаль в крошку. На этом подготовительные этапы закончены. Масло растопилось, миндаль измельчен. Необходимо их смешать между собой до однородности. Смешаем все в одной емкости и добавим специи. У меня корица и мускатный орех. Вымешиваем, пока все ингредиенты не перемешаются. Даже если остались не промолотые кусочки орехов, это нормально, пусть так и остаются. Кажется, что масса жидкая, но это только кажется. Во-первых, в составе масла какао оно даст необходимую плотность при застывании. И, во-вторых, миндаль впитает в себя кокосовое молоко и тоже разбухнет. Масса будет более плотной. Когда все перемешали, нужно убрать в холодильник. Не в морозилку, а именно в холодильник. Для того, чтобы масло какао застыло и миндаль впитал в себя лишнюю жидкость. Масса будет густой и из нее можно будет лепить конфетки. Масса застыла. Смотрите, как она плотная. При переворачивании не вываливается. И она готова для того, чтобы из нее лепить конфеты. Подготовим сразу розетки, куда будем раскладывать готовые конфеты. Берем обсыпку. Для обсыпки у меня подготовлены разные остатки от предыдущих рецептов. Здесь лепестки роз, кокосовая стружка, куркума, остатки от печенья. Обсыпка может быть любая, но это нравится мне своей яркости. Здесь семечки от тыквы дают зеленый цвет. Куркума с кокосом желтый и лепестки роз красный. Я думаю, что конфеты будут очень праздничные. Приступаем к формированию конфет. Берем небольшую массу на ложку и начинаем катать шарик. Продолжаем лепить конфеты. Я назвала эти конфеты молочный миндаль, потому что там есть и молоко, и миндаль. Но на самом деле можно их изменить на пряный миндаль, потому что миндаль очень хорошо сочетается с пряностями. Особенно с корицей, с мускатным орехом, с порошком гвоздики. Поэтому, когда вы подготовили уже конфеты, можно их обсыпать корицей сверху дополнительно. Будет очень-очень оригинально. Конфеты готовы. Убираем их в холодильник для того, чтобы они стабилизировались, стали более плотными. И чем дольше они лежат в холодильнике, тем более плотными становятся. Храните до 10 дней. В принципе, с каждым днем они усыхаются и становятся все более вкуснее. Я с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего вечера и приятного аппетита. До ухода на этот сюжет мы задавали вопрос, друзья, какое слово прям бесит от зрителей наших дорогих артистов. Не бесит, как по-другому. Нервный тик вызывает. Нервный тик. Ну, это то же самое. Мы любим перефразировать. И вот есть варианты ответов. Вячеслав Баяринцев пишет «Браво». Потом пишут «Привет, это я», когда, видимо, кричат «Привет, это я». Я в шестом ряду сидела. Кирилл Шубин. Название профессии «Циркач». Вместе с артистом цирка варианты. Есть вариант слова «Апп». А может, либо число 13, пишет Катюшка Клинова. «Алеопп». А Ольга Кудрявцева вызывает нервный тик. Слово «Циркачи» Владимир Кудряшов. Анна Прокшева «Циркач». Слово для актеров «Цирканабис». Бесит, видимо. Артем Попов пишет. Артисты цирка не любят, когда их называют циркачами. А Ира Афанасьева о заработной плате. Но мы чуть позже скажем правильный ответ. Вы можете еще предполагать. А пока вопросы от наших зрителей. Пишите, кстати, продолжайте вопросы. Не забывайте. Спрашивают. Во-первых, Татьяна Анатольевна пишет. От одной мысли, что вы можете промахнуться, можно посидеть просто. А не то, что уже выйти и что-то еще делать. В зал, наверное, сидит максимально. Поэтому мы с накладкой волосами. Зрители максимально в тишине, наверное, сидят. Да, чаще всего они либо сидят и молчат, либо вообще закрывают глаза. И мне всегда обидно, потому что я для них стараюсь, а они глаза закрывают. А перед выступлением как-то просишь, что вот сейчас будет такой номер? Пожалуйста, тишина. Нет, у нас такого объявления перед номером нет. И оно, в принципе, не нужно, потому что сюрприз. Ну подожди, я думаю, будет у нас готов новый трюк. И тогда мы будем объявлять. А сейчас... Пожалуйста. Не выходите из зала. Не делайте. Вот так вот. Не закрывайте глаза. Отложите все свои дела. Потому что он будет очень такой, да. Увидите детей и беременных. Пойдемте начинаем. Хорошо. Вот еще такой вопрос. Топоры для метания какие-то особые? Знаю на опыте, что обыкновенный успешно метать непросто. Ну то есть ножи, топоры, что используйте? Топоры ломаются. Ломается и сам топор, ломается и ручка топора. У нас есть топоры. Они были у нас в работе тоже одно время. Но я их пока убрал из работы, потому что мне просто жалко стенд, который постоянно разбивается. Я долго его собираю, красиво крашу, там декорирую. И потом, когда... Ну топор он больше просто. Топор он больше. Да, он заходит глубже. И там щепки летят в разные стороны. Потом... Хническое образование. Шарю. Хорошо. Еще спрашивает Катюшка Клинова. А вообще, какой у вас любимый номер? Вот если не ваш, то на какой обязательно нужно посмотреть внимательней? Понятно, что на все. Если брать, к примеру, нашу программу, то у нас в программе есть, у меня, например, несколько любимых номеров, потому что каждый по-своему уникален. То есть взять, к примеру, велофигуристов, у нас есть номер. Это аналогов в России нет. То есть это единственный в России номер. Велофигуристы. То есть там семейный прям номер. То есть там дедушка, дочка его, его внуки, все работают в этом номере. Номер уникальный, очень интересный, красивый, грамотно оформлен. Также номер, та же воздушная гимнастка. Она у нас вообще с мировым именем. Ты меня слышишь? Я надеюсь, это я говорю о своей жизни. Все правильно, жилу забывать нельзя. Она работала и в цирке Дюссалей 5 лет, и сейчас работает у нас. У нее оригинальная постановка. Те, кто разбираются в истории, знают историю Ватикана, может быть, слышали о том, что в истории была единственная женщина, которая была папой римским. Есть даже фильм такой называется «Иоанна. Женщина на папском престоле». И вот этот образ как раз-таки моя жена работает в Манеже, показывает. Потому что режиссер очень хороший, сделал такую постановку. Вот этот номер, например, я очень люблю. Велофигуристов люблю. Аттракцион у нас уникальный, потому что наш дрессировщик Виталий Смоленец. У него вообще своя история, нам не хватит эфирного времени, чтобы рассказать это все про него. Но увидеть это стоит обязательно. А вообще, если брать конкретно номера, которые, может быть, вызывают у меня лично мурашки, это мотоциклы в шаре, например. То есть вот когда много мотоциклов в шаре... Так, надо еще успеть вопросы позадавать. Да, задавайте вопросы, очень интересно. Да, в общем, стоит пойти и обязательно посмотреть всю программу. Еще вопрос. А если бы вам предложили поменяться местами с Екатериной, то вы бы пошли на такой риск? Нет. Нет. Я скажу честно, я бы не доверил ни себе, ни... Я бы не сделала это делать. Просто был один случай, я расскажу эту историю. Да. Она меня один раз подстрелила с арбалета, и я после этого... После этого я решил, что трюк с подушечкой будет делать она. Потому что изначально я планировал держать подушку. Куда попала? В грудь. Ну, куда стреляла? Прям вот... Боже мой. Так, это не проекция, человек? Все нормально. Это реально очень опасно. Боже мой. Да, это опасно. У Кати тоже был интересный случай, на нее как-то стенд упал на репетиции. Хорошо, что не на представлении. Она стояла красиво, все, и тут я откидал, поворачиваюсь, комплимент сделать. И слышу, жена у меня, она снимала видео как раз, и она кричит, Катя сзади. Катя поворачивается, ее накрывает. Катя накрывает. Он тяжелый. Он был очень тяжелый, там доска такая, пятидесятка была хорошая, самый первый стенд. Это он за арбалетом стил. Да. Скорее всего. Ну что ж, друзья, вопросов много, это здорово. Сразу после нашего сюжета мы вернемся и будем дарить подарки, подводить итоги. Смотрим только хорошее кино на Девятка ТВ. Мелодрама режиссера Петра Степина «Тили-тили-тесто». Людмила живет в небольшом поселке, она почтальон и местная сваха. Разъезжая по окрестным станицам на почтовой буханке, Людмила подыскивает подходящих женихов своим подружкам и знакомым. Распишитесь. С удовольствием. С легкой руки Люды в станице играют одну свадьбу за другой. Только сама Людмила до сих пор одна. В нее влюблен фермер Иван, но Люда не может ответить ему взаимностью, так как уже несколько лет хранит верность своему погибшему жениху. Смотрите сегодня вечером на Девятка ТВ. И кстати, я говорила совершенно серьезно, вы интересный мужчина и многие женщины были бы рады составить вам пару. Мне очень приятно это от вас слышать. Мини-сериал «Птица в клетке». Оставшись сиротой в возрасте 7 лет, Стеша невольно винит себя в смерти родителей. Ей предстоит пройти много испытаний. Брак с нелюбимым, вынужденный отказ от одного из своих сыновей, борьба за жизнь второго, побег из золотой клетки. Ну, жена почти. Понимать должна. Ну, чего ты стоишь? Давай варей. Мягкая, милая, жертвенная. Она к концу фильма превратится в сильную женщину, способную на все ради счастья своих детей и сможет вернуть свою любовь. Оценить картину вы сможете 29 и 30 марта на нашем телеканале. Кирилла Макарова ждет блестящее будущее. Он только что окончил архитектурный институт с красным дипломом, а в невестах у него красавица Виктория, дочь состоятельного и влиятельного человека. Есть только одно «но». Он не любит Викторию, а пользоваться протекцией кестя не в его принципах. Кирилл решает разорвать помолвку и в этот же день встречает простую студентку пединститута Лену. Проходит 10 лет. Кирилл женат на Лене, у них двое детей. Карьера не сложилась, и семья живет на зарплату Лены. Кирилл все чаще думает, что совершил ошибку, расставшись с Викой. Судьба в твоих руках, значит, да? Сейчас посмотрим. Ох, друзья, это просто невероятно, потому что сегодня действительно потрясающие артисты цирка, которые рассказывают нам про свою программу, про то, как они выполняют свои номера. Вот все за кулиси, только здесь и сейчас. И даже сейчас вы немножечко пожонглировали. Покажите, что произошло. Небольшие ранки на руках. Ребят, мы хотели вам показать, как жонглируют вот этими острыми предметами, но у нас уже кровь в студии. Поэтому мы продолжаем, как вы видите. Мы продолжаем жонглировать. Девятая студия, шоу на крови. Ну, а прямо сейчас будем дарить подарки как раз не от циркачей, а от артистов цирка. Правильный ответ был именно такой. Слово, которое действительно триггерит, которое возмущает артистов цирка. Это слово циркачей. Не обращайтесь, пожалуйста, к ним так. Бис, браво. Особенно к человеку, у которого есть ножи. Это вообще опасно. Даже не связанному с цирком просто. Только на вы и по имени отчества. На одном колене. Итак, друзья, дарим подарки. Во-первых, у нас клубная карта. Прямо сейчас у нас отправляется Ляли Вараксиной. Далее, друзья, на ужин у нас сегодня пойдет Антон Бородин. Поздравляем вас, вы отвечали на вопросы. Ну, или завтра. Также, друзья, два билета на шоу «Потрясающее в цирк». Уже в эти выходные вы сможете насладиться, увидеть все это вживую, своими глазами. Первый билетик у нас справляется Кирилл Шубин. Он первый написал слово «циркач», которое мы просим не, как говорится, не употреблять, больше все забыть. Не чистила бы ему. А тут, да, уже кто-то потянулся за лошадью. Не надо. И далее, друзья, Катюшка Клинова, которая задала вопрос, кажется, это именно был этот вопрос от нее, поменяться местами. Поэтому, друзья, Катюшка, ты тоже отправляешься. Ребята не будут меняться, потому что в этом нет смысла. Нет смысла. Если поменяется, номера не будет. Друзья, ходите в цирк, смотрите, поддерживайте, потому что это настоящее искусство, настоящие профессионалы. И в нашем городе, конечно же, такие программы приезжают нечасто. До 16 апреля каждую субботу в 12 в 16 часов и каждое воскресенье в 14 часов. Ждем вас с удовольствием. Уйдете из цирка. Другими людьми. Да, получится заряд эмоций и острые ощущения. Это точно. Так что, друзья, девятая студия заканчивается. Вперед в цирк. Ну, а мы с вами прощаемся. Всем хорошего вечера. Улыбайтесь чаще. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok